Начинаем с недельной главы Хукат. Бог говорил, Моше Аарону говорил, «Заис Хукат с хатиро» — это закон Торы, «Ашатсиво одиною геймер», что Бог велел, «Корова красная, полноценная, полностью красная, может быть рыжая, ашер имбуму, нет на нее изъяна, ашер гейолу олгэл эл». На нее не поднялось ермо. То есть не подняли на нее ермо, чтобы она должна была работать. То это должна быть корова, которая еще не работали, не положили на нее ермо. Как известно, законы Торы делятся на Хук и Мишпат. Законы, которые Хук, и законы, которые Мишпат. Мишпат — законы, которые мы понимаем нашим человеческим разумом. Например, не грабить, не убивать, не воровать, почитать отца и мать. Это мы понимаем человеческим разумом, что так надо завести. Это Мишпат. А Хук — законы, которые Бог велел, а мы нашим человеческим разумом не понимаем. Вот особый закон, который Хук — это закон о красной корове. Есть еще много. Пример нельзя носить одежду, в которой есть и шерсть, и лен. Это ж от Нейс. И еще многие другие законы Торы. Есть третий тип законов. Это называется идут свидетельства. Мы соблюдаем шаббат, не делаем никакой работы в шаббат, в память о том, что Бог за шесть дней создал небеса и землю. Мы празднуем Песах и не делаем в нем работу, и едим Мацу. Когда-то приносили пасхальное жертву, как свидетельство того, что Бог вывел нас из Египта. Это третий путь. А так, значит, есть три вида законов. Есть Хук — закон, который мы не понимаем человеческим разумом. Мы понимаем нашим разумом, и идут свидетельства. Каждый закон, который Бог велел, важен. Но каждый имеет свое внутреннее содержание. Мы понимаем нашим разумом, и мы это делаем. И мы понимаем, что так честно и верно делать. Хук имеет другую важную сторону. Когда человек выполняет митцву, которую он своим разумом не понимает, он приучается подчинять свои желания приказам Бога. Он становится, полностью подчиняет себя приказам Бога, становится рабом Бога. Так интересно, есть много Хуки. Но тут подчеркнуты именно закон о красной корове. Закон о красной корове, он и среди законов, которые мы не понимаем, он тоже особенный. В этом законе не только мы его не понимаем, но там и есть кажущиеся противоречия. С одной стороны, пепел от этой красной коровы, который сожгут, как мы будем считать, очищает человека, который дотронулся до умершего. И ничего другого в мире не может очистить человека, который дотронулся до умершего или был под одной крышей сумершим. Она очищает нечистых. С другой стороны, все, кто занимается ее приготовлением, кто-кто сжигает, кто бросает в огонь, кто собирает пепел, все становятся нечистым. Так тут есть внутреннее противоречие. Она сама очищает. С другой стороны, все, кто ее занимается, становятся нечистыми. Есть важность. В законах, которые мы не понимаем нашим разумом, человек приучается подчиняться приказу Бога. В законах, которые мы понимаем разумом, неоднозначно, почему человек это делает? Потому что Бог велел или потому что он сам так понимает? А в законах, которые Хок, однозначно он делает, потому что Бог велел. Он не знает, что Бог велел. Он вывезет ее за лагерь. Он будет резать ее перед ним. Значит, будет резьё перед ним. Значит, Эрозор был заместителем Коингадола, первосвященника Аарона. Заниматься ею занимался заместитель первосвященника. Кто-то режет, а заместитель первосвященника смотрит. Потом, как его... Значит, это делается за лагерем, вне лагеря. Тогда же были лагеря. Это делалось вне еврейского стана. В руках Эрозороке. Возьмёте Эрозороко и мы дома без боя. Как мы говорили, что заместитель Коингадола берёт её кровью пальцем. И изо брызгает, а он их пнея умеет. Напротив лица умеет. То есть напротив входа в мешкан. Мы дома из её крови шева помним семь раз. Значит, он брызгает напротив входа. Ну, а когда это делали в Иерусалиме, в храме, в самом храме. Знаете, где это делали? На Масличной горе. И тоже брызгали в направлении входа в храм. Понятно, что кровь до туда не доходила. Но надо было брызгать семь раз в этом направлении. Сожжёт корова перед его глазами. Кто-то, кто-то. Если робит, всё робит домой. Шкуру. Мясо и кровь. Аупиршо. Вместе с испражнениями гистры он сжигает. Потом в ВВК хоккея берёт коэн, эйцерес. Пауку от кедрового дерева. Вы изы в травку из опушницы у вас. Шерсть, покрашенная красной мочевичка. Вы изы, бросает от этих с рейфа с опором. Внутри и там, где сжигают корову. То есть надо её сжигать. И потом бросают. Пауку от кедрового дерева. И травинку из ов. И шерсть, покрашенная красной мочевичка. Бросают там, где сжигают корову. Их и без годов, а кейн. Должен окунуть свои одежды коэн. Тот, кто бросал. И помыет своё тело в воде. То есть и он нечист. И одежда его нечиста. Потом и океан надо. Он нечист до вечера. Это закон, который надо знать. Что все, кто нечисты. И один день им надо окунуться. То они окунаются до захода солнца. А чистыми они становятся уже после захода солнца. Это означает после выхода звёзд. Это во всех законах Торы. Интервал между заходом солнца и выходом звёзд. Неизвестно, к какому дню он относится. Это же переход с одного дня на другой. Так это называется бейнаш-машот. Сомнительное время. И мы идём во всех сторонах на устражение. В пятницу мы не делаем работу уже до захода солнца. А в субботу мы делаем работу только после выхода звёзд. Интервал этот между заходом солнца и выходом звёзд. Он сомнительный. И мы идём на устражение. Тут тоже. Надо окунуться определенно до захода солнца. А полностью чистым он становится после выхода звёзд. Между прочим, в шаббате есть ещё закон. Кроме того, что захода солнца нельзя делать работу, есть ещё закон в шаббате, что надо прибавлять на шаббат при входе и при выходе. Ну, в Иерусалиме обычай. При входе мы прибавляем 40 минут. Это очень-очень хорошо. Ну и при выходе ждём. При выходе тоже ждём. То, что мы ждём время, которое написано в таблице, это уже включает время. Ага. Прибавки тоже. Вас или Фейсфакт? Тоже за 40 минут или тоже надо прибавлять? Что? Когда он окунается, тоже надо прибавлять? Нет. Когда он окунается, он должен быть гарантирован. Тут прибавки нет. Прибавки есть на шаббат, на Юн-Кипур и на праздник. А тут он должен гарантированно окунуться до захода солнца. Возможно, не только окунуться, но даже выйти из воды. Есть интересный Кесов Мишне, который считает, что человек становится чистым не в момент, когда он входит в воду, а когда он выходит из воды. Ага. И женщина тоже садами поет? Возможно, что то же самое. Угу. В том, что он не чистый, а до вечера. Вообще-то, когда стоял храм, очень многие люди окунались, чтобы быть чистыми теориями. Кто занимался трумой, кто хотел войти в храм и так далее. Так он перед этим должен был окунаться. С Божьей помощью, когда будет построен храм, кто-то захочет войти, он должен будет перед этим очиститься и окунуться. В Иосаф иштохер соберет чистый человек, эйсэйфер хапоро, пепел коровы, в них положит михоцгамакнеза, лагерам маком таор, в чистом месте. Если будет гадазно и строил общение сынов Исраиля, гамешмерес на сохранение, гамень не да. Будет брызганье хатос, и это хатос. Иосаф иштохер хапоро, а тот, кто собирает пепел коровы, должен тоже окунуть одежду. В этом ядоров не чист до вечера. В Иосафу будет ли в ней строил для сынов Исраиля? Гамена, 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 гамена. Вечным заветом. Потрагивается до умершего. Любой души человека он не чистый в ней. Если кто-то тронется до умершего, он не чистый всем мне. И как он очищается? У Исхатовы, он очищается, в третий день и в седьмой, тогда он станет чистым. На него надо брызгать от пепла красной коровы третий и седьмой день. Если он не очистится, в третий и седьмой, то он не очистится. Если он не очистится, то он не чист, то он не чист. Еще не чистота в нем, что значит ему полагается, что его душа будет отрезана. Если он без очищения зашел в мешкан, ЗИСАТЫРО, это закон ОДОМКИЙОМУЗБОЕЙО, человек, который умирает в палатке, КОЛАБОЕЛОЕЙО, каждый, кто приходит в палатку, все, что в палатке, дитм остается не чистым, еще и возьмем 7 дней. Если есть умерший в доме под крышей, так все, кто дома, становятся под крышей, становятся не чистыми. ВЕХЭЙ УГЛИФАСУА Каждая открытая посуда, АШЕРЭН ЦОМИЦПОСИ ОГАВ ТОМИЮ который нет крышки плотной на нем, нечистым. То есть глиняные посуды, на которых есть плотная крышка, так то, что есть внутри них, не становится нечистым. Каждый, кто дотронется на поле, убитый от меча, и вы месили умершим, и вы отцом от дом, или кость человека, и вы ковырали в могиле, дотронутся до могилы, и он будет нечистым. Все мы возьмем в семь дней. Возьмут нечистому от, буквально, земли, имеется в виду пепла, сожжение хатат, выносно в моем хаиме, у келе. Он дает на него живую воду, то есть воду из родника, посуду. Берут посуду, набирают родниковую воду, именно родниковую, и потом, как из их, берут травинку из изов, металвал в амайм, окунают в воде, и что, я человек чистый, в изоле, он брызгает на палатку, в алкулак и лим, и на все предметы. Баланы фашисты, и на души, которые были там, Баланы геи, тот, кто затронулся, боецам в кости, и в холл или в убитом, и в амейзере умершем, и в амкобере или в могиле. Значит, надо набрать родниковую воду, глиняную посуду, и потом берут травинку из изов, окунают, чистый человек и брызгают. Беиза, а то и ралатомы, чистый должен брызгать на нечистого, баимашличи, баимашми, в третий день и в седьмой, бахитый баимашми, очистит полностью в седьмой, и потом, и хибец года, в рога с бамами, в эту эрборы, он должен окунуть одежды, он должен помыться в воде, и он станет чистым вечером. Значит, он должен после этого окунуться. Беиза, а жаит, мовы, гаисхато. Человек, который стал нечистым и не очистится, баимашно, а нефе, жаиме, тэхакоу. Та душа будет отрезана из общества. Когда? Если он входит в храм. Киасмикдаш ад иной тиме. Тому что храм Бога он осквернил. Мей нидо, вода брызганье лысы и раковов, не брызгана на него, том и он нечистый. То есть, пока на него не брызгали, от пепла красной коробой, он чистым не стал. Ну, сейчас мы все нечисты от умершего. Каждый когда-то был на кладбище, под одной крышей с умершим. Да и даже в больнице тоже бывает. Когда человек заходит и находится, продолжит какое-то время в больнице, там есть кто-то умерший. Тоже бывает. Поэтому, чтобы очиститься, нам обязательно нужен пепел от красной коровы, которого сейчас у нас нет. А почему написано бывает «Книстали Кугани Масурак»? Если мы все равно нечисты от мертвого, какая разница, зайдет Коин туда, где есть мертвый человек или нет? Послушайте, то, что когда-то был там умерший, когда его выносят, Коин может спокойно заходить. А вот когда там есть умерший, Коин нельзя туда заходить. Это, конечно, совсем другое. В любом доме был умерший, его вынесли. Коину можно входить туда. Только тогда, когда есть там умерший, нельзя входить. А сам дом, как он был, так он остался. Он нечистым не стал. Но когда там есть умерший, Коину нельзя туда входить. А вообще хороший, хороший совет я даю Коиним, что пусть они сами будут здоровы, их члены семьи были здоровы, что им не приходилось идти в больницу, потому что для Коинов это большой-большой вопрос. Он будет им вечным заветом. Умази меониды и хаби сгодов, то брызгает воды, брызганье, должен окунуть одежды, ванеке дотрагивается в меониды, воды брызганье, и гитма станет нечист, а до оров до вечера. Имейте в виду, если просто так, человек просто так, без нужды нёс эти воды, он стал нечистым. А тот, кто брызгает на кого-то, он не становится нечистым. Все, что трагивается на него нечистым, становится нечистым тоже. До кого он отрагивается? Натрагивается. Ванефешаный газ, душа, до которой дотронулась, титма од оры будет нечиста до вечера. То есть кто-то бы дотронулся до умершего. Он нечист на семь дней, и он не очищается, пока на него не брызгнут от пепла красные коровы. А вот он дотронулся до кого-то другого. Он тут тоже стал нечистым. Но он нечист только на один день. Он окунается в микве и становится чистым. Вообще-то законы нечистоты по умершему, они довольно широкие. Тут написано основой этих законов. на Европею вне Исрою коло-идо. Видите, тут от прежнего кусочка до этого это прыжок. Прыжок второго года, выхода из Египта до сорокового. Пришли, тут уже мы находимся в сороковом году. На Европею вне Исрою пришли на Израиле коло-идо. Вся община, вся община, значит, уже полноценная. Те, которые умерли в пустыне, уже умерли, а эти остались, остались жить. в пустыне Цинн, в пустыне Цинн, в Ахеиде Шориша им первый месяц. Первый месяц это не сам. Ва ежи ва омбе Кодэйш. Ва ежи ва омбе Кодэйш. Ва ежи ва шум Мирьям, умерла там Мирьям. Ватикова шум. И богатам похоронены. Ва ежи ва им го ежи до. Не богавади уапшины. Ва егко агуа не собрались. А он мошэ ва ораин. На мошэ и нааруна. А почему вдруг ушла вода? Почему? Так Мирьям умерла. Геморавт Анит, девятый лист, говорит нам, что они были в пустыне. Имели трех больших людей, руководителей еврейского народа. И имели благодаря им три подарка. Бои мошэ, ааруна и Мирьям. И благодаря мошэ был ман. Благодаря ааруну были облака. А благодаря Мирьям колодец воды. И мы видим, когда Мирьям ушла, то не было воды. Так вот. Мошэ и ааруна просили бога. И бог вернул им заслугу Мошэ и ааруна. Затем еще в нашей гробе умирает ааруна. И тогда ушли облака. Благодаря мошэ они вернулись. А когда умир мошэ все эти три подарка ушли и не вернулись. Мойорэ вауна и мишэ. Приводится в Медраше, что они недостаточно оплакивали Мирьям. Это тоже недостаток. Так было. Не приводится, что ее оплакивали. Смотрите, про Мошэ и ааруна написано, что оплакивали. Про Мошэ написано, оплакивали. Про ааруна в нашей гробе написано. А про Мирьям не написано. Написано, что она умерла, была похоронена. Все. Почему? И именно поэтому прекратился колодец показать им, что они потеряли из-за потери Мирьям. Они это не ощущали. Что благодаря ей был колодец с водой. Я понимаю, что может быть, если бы они ее оплакивали как надо, может быть, Бог бы и так продолжал дальше, чтобы был с ними колодец. Мирьям. Убирает большой человек. Так надо чувствовать и знать, что мы потеряем от него, от этого, от его, от того, что он ушел. Почему вы приводите общину Бога в эту пустыню? Ломушом умереть, а монахну уверену. Мы инорскоп. Пустыня? Без воды невозможно жить. В ломае лису, но ми мисраим. Почему? Мы нас вывели из Египта. Видите выражение? Они вы нас вывели. То есть вы Бог вывел. В лаве и сону привезти населамокимаруасе в это плохое место. Гимакимзера? Не место, где можно сеять. Усы ино, инжира. Мы гефен в ремень, виноградник и гранаты. У моей, моя личность. Нет воды пить. А. Моё... Скажите, они вывели или Бог вывел? Бог вывел. А видите, как народ имеет с кем-то претензий. Почему вы нас вывели? Войёвы пришёл Мошев Арон в Након из-за общины. Из-за эл-песа в ходу и омейд. Войё плывал пнеем. Упали на их лица. Войё рах войдады ной агэм. Показался почёт Бога к нему. Войё дабирады ной и омеш и омеш и омеш и омеш и омеш вытащите им воду из скалы, вы ищите свои добесбы и ром, напоите общину их скота. Говорите, сказал, бери жезл и говорите. Мои как Миша взял Миша с аматы мерифны адвиной, жезл от перед Богом, кашер с его, как Бог ему велел. Маяки собрали Миша в арене с такого общества перед скалой. Миша сказал им, Миша сказал, Слушайте, пожалуйста, непослушные. Из этой скалы мы вытащим вам воду. Из этой скалы мы вытащим вам воду. Ва Йорем Миша с йоди, поднял Миша свой руку, ваях и сасега, ударил скалы, Миша сказал, что мы, Матэй, жезлом своим папа моим два раза. Ва Йицу ма им раби им, вышло много воды. Матэй, что идол в гиром, пила и апшина и их скот. Тут написано, что Миша ударил два раза. Ва Йицу ма им раби им, вышло много воды. Страшные слова. Вы не сделали, чтобы они верили. То есть написано тут, что без этого греха они бы вошли в страну. Освятить меня? Ну скажите, было освящение имени Бога? Может я ударил по скале и вышло много воды? Было освящение? Что значит вы меня не освятили? Означает так, что вы могли освятить мое имя больше, а вы освятили меньше. Вы недостаточно освятили мое имя. Поэтому вы не войдете в землю Израиля. Не приведете это общество в землю Израиля. Хеймо ма имя Риво. Это воды спора. А шаровув на Исрою гасад иной. Что спорились и на Израиле с Богом. Ваикодыш Бог, он освятился через них. Давайте постараемся, разобрать. А в чем была ошибка Мошеярова? Комментаторы приводят тут несколько мнений. И самого того, что они разделили своих мнениях, Ораха им приводит 10 мнений, которые он все отклоняет. И говорит свое 11 мнение. Видно, что ошибка Мошеярова была очень тонкой. Начнем с Раши. Первого основного комментатора на Хумаш. Что говорит Раши? Раша говорит, что вы должны были говорить о Мошее. Рамбан задает два вопроса. Скажите, а есть разница в освящении имени Бога, величие и чудо, говорить к скале или ударять ее? Есть разница? Это чудо и это чудо. Когда по скале ударяют, она не дает воду, но это чудо. Когда говорят, и скала дает воду, это чудо. И когда ударяют, и скала дает воду, тоже чудо. Это раз. Еще вопрос. Бог сказал Мошея, берите жезл. А для чего брать? Наверное, чтобы пользоваться им, удариться? Постараемся ответить на эти два вопроса Рамбана. Для чего брать жезл, если и не ударяют? Орахаин говорит, отвечает на это так, что можно взять, чтобы ударить, а можно взять, чтобы показать силу и полномочия. Я имею полномочия это делать. Я имею с собой жезл. Получается, что этот жезл как скипидуру царят? Да. Показывает власть и силу. Но не чтобы ударять. А на другой вопрос. А какая разница величия и чудо? Когда говорят в скале, и она дает воду, или ударяют по скале, она дает воду. Возможно, что величие и чудо нет разницы. Но главное тут было не только, не само чудо, а урок, который еврейский народ получит от этого чуда. Я читаю раньше. Рак дыши не освясти с меня. Если бы вы говорили к скале, и он бы выдал воду, я был бы освящен перед глазами общины. Они бы сказали так. Это скала, которая не говорит, не слушает, не нуждается в пропитании. Выполняет приказ Бога. Тем более мы. Мы видим, мы говорим, мы слушаем, мы нуждаемся в пропитании. Мы тем более должны слушать Бога. То есть так. Урок еврейский народ получил именно так, как он его видел. Если бы Моше говорил, и вышла бы, из скалы бы вышла вода, народ бы получил урок. Когда Бог говорит, надо слушать. А когда Моше ударил, и вышла вода, какой урок народ получил? Когда Бог ударяет, надо слушать. Вы знаете, что есть разные люди, и разные группы евреев. Есть евреи, которые только слушают, Бог повелел, а я иду делать. А есть такие, которые Бог велел, еще не торопится делать. А если на него приходят неприятности, он в опасности, болезни, суды, тут он больше говорит или молится, ищет заслуги. Есть такие, евреи такие. Урок, который еврейский народ должен был получить, когда Бог говорит, надо слушать. А какой урок он получил на практике? Когда Бог ударяет, надо слушать. Это совсем урок другого типа. Мы должны слушать, когда Бог говорит. это параши. Есть интересный комментарий Рабину Хананову, который приводит Рамбан, и это объяснение Рамбану нравится. Моше и Арон сказали, из этой скалы мы вытащим вам воду. Так не выражаются. Надо было сказать, из этой скалы, Бог вытащит вам воду. Мы вытащим, есть тут интонация, мы вытащим. А надо было подчеркнуть, Бог вытащит вам. Так Рамбан приводит, и ему этот комментарий нравится. Рамбан говорит совсем по-другому. В восьми главах введения к перке, а вот Рамбан говорит, что ошибка Моше была. Его в качестве поведения. Как это он позволил себе рассердиться в присутствии всего еврейского народа? Еврейский народ же от него учился, от каждого его движения, от каждого действия. Они могли научиться, что можно сердиться. А это очень плохо. Как это Моше позволил себе сердиться в присутствии народа? Они были умные люди, и они могли научиться от Моше, что можно сердиться. То есть по Рамбану ошибка была не в том, что он говорил или ударил, а в том, что он сказал им, с Шимону Америем, послушайте непослушные, сердился на них. И мы, мы им реводы спор ровно и стоило с одной, спорились на Израиле с Богом. Он осветился через них. Осветился через них. Осветился через них. Осветился через них очень просто, по Пшату можно сказать, что они спорили. И Бог сделал перед ними чудо. послушал, Моше ударил, и вышла вода. А Раша говорит, что когда Бог наказывает больших людей, то имя его освящается. Понимаете? Есть люди, которые думают так, я же делаю так много. Я столько помогаю. Я делаю это хорошее дело, эту мицу, эту. Ну, за это, что я там что-то делаю не так, это Бог меня простит. Есть люди, которые так думают по ошибке. Когда Бог наказывает таких великих людей, как Муше и Аарона, это говорит об ответственности и серьезности к заповедям. Что даже такие великие люди у Бога нету поблажек. Большие люди, маленькие люди, все обязаны и должны делать, выполнять законы Торы, как и все другие. Торы нам рассказывают, как они прошли возле границы со страной Эддум, в которой живут братья-потомки, брата Якова и Сава. Ваишах Моишем Алухим, послал Моше послание, кавкими кодеш, в кодеше, в Меухедем Цареве Домо. Кейомар Охихо, Исраил. Так говорил твой брат Исраил. Ты же знаешь, всю беду, которая нас встретила. Отцы наши спустились в Египте. Мы были в Египте долгие дни. Сделали нам плохо египтяне нашим отцам. Так, а что они тут рассказывают о своих бедах, страданиях в Египте? Какое это имеет отношение к просьбе пройти? Очень просто. Страдание, изгнание лежало на потомках Авраама. И, в общем, это могло быть и на Якова, и на Исава. Так он говорит, ты был на нас обоих, и я был в изгнании, за всех. Ты помоги нам немножко укоротить дорогу. Они так говорят, ну и, ваеш, маки, гейну, кричали к Богу, и он услышал наш голос. Ваешла к Малох, послал посланника в Айцину, и Митроэмс, вывел нас из Египта. А вот мы в Кадыш, в городе, края твоей границы. Наврано в Арцеху, пройдем по твоей стране, гейнаби обосудил в Хэрем, не пройдем по полю или винограднику. Не будем пить воды колодца, мы по царской дороге пойдем, то есть по центральной дороге, не повернем ни направо, ни налево, пока пройдем твою границу. То есть мы не нанесем никакого ущерба, мы пойдем, пройдем по центральной дороге и не согнем ни направо, ни налево. Ваима Игоев сказал ему этому, не проходи через меня, как бы мечом я не вышел тебе навстречу. Ваима Игорь сказал ему, мы пройдем по дорожке, если твои воды будем пить, они умеют, я и мой скот, я дам их плату за них. Нет ничего, чтобы он носил тебе ущерб, ногами мои я пройду. Ваима Игорь сказал, ты не пройдешь. Боицы Эдем Ликрос, Эдем вышел ему навстречу, бамковит тяжелым народом, умеет хазока сильной рукой. Боицы Эдем не захотел Эдем дать Израилу пройти через его границу. Боицы Эдем не захотел дать пройти. Так поэтому они должны были идти вокруг, возле дома. Боицы Эдем, поехали с Кодиш, они пришли к Исраилу из Израиля, и вся община, Ир-Огар, гора на горе. Это на юго-востоке Израиля. Потому что Эдем, что находится там, это близко к Эдому. Эдем находится где-то на юге Мертвого моря. Бог сказал Маше Арону, на границе земли и дом. И Иосиф, а тут подчеркивается, на границе земли и дом. А при чем тут земля и дом? Раша говорит так. Потому что они были возле дома, приблизились к нему, поэтому они потеряли цадыка Арома. То есть быть возле негодяев, это плохо и опасно. Я говорю, только понять. Ведь обрака били евреев по пустыне. Они не шли по своей инициативе и по своему желанию. Куда обрака шли? Туда они и ехали. Так чем они виноваты тут, что они были возле земли и дом? Обрака их вели там. По-видимому, находясь там, они имели какой-то контакт. Торговый или какой. И это было плохо. Присоединились к дому. Иосиф. Так поэтому написано на границе земли и дом. Иосиф. Арын и ламов. Арын присоединиться к своему народу. Торговый или сон, не придет в землю. Ашоносаты я дали в Несу. Ашамры зима спилами им рево. То, что они не послушали мои уста, вот и спорла. Из-за этого, как и Сааринасы Лозовны, возьми Аарон и Лозовы его сына, вялый сом и рогор подними их, гора на горе. Гора на горе, маленькая гора на большой. Так они, Аарон умер у границы земли дома. Он говорит, что Сааринас с годов сними с Аарон, его отец, скрылся в серию с его отец, вы его башь там одени с его зубной, его зре его сына, а Аарон умрет, умеешь? Он там умрет. Бояс視, что у Миши, как От Сего Одиной, как Бог велел, Бояга и Лерар поднялись гора, гйны перед глазами колаидом, съепчина. Моя обшит, Миша, снял с Ааронас с годов, его отец, Раши говорит так. Ну сказали, войди в пещеру, он вошел, он видел постеленную кровать, свеча горит, сказал, поднимись на кровать, поднял, и твои руки как притяни, притянул, закрой рот, закрой глаза, закрой. Раши потом хотел умереть так же, как Арон. Так вот, поднялись трое, обернулись двое, просили, что с Ароном, и узнали, что он умер. Увидела вся община, что Арон умер, воевка с Ароном швейшим ем, оплакивали Арона 30 дней. Кейл бейсесо, весь дом Израиля. Интересно. Весь дом Израиля, значит, и мужчины, и женщины, и все. И Мираж говорит так, подчеркивает, почему именно про Арона, так? Он делал мир между евреями. Он делал мир между мужьями и женами. Приводится, сколько, я уже не помню, может, 20 тысяч детей, которые родились в семьях, которые были на грани развода, и Арон их спас. Про Моше сказано. Я плакивали Моше 30 дней, бейсесо, дом Израиля. А про Арон написано, кол бейсесо, весь дом Израиля. То есть больше, чем Моше. Что это значит? По этому Миражу, кто подчеркивает, что Арон был больше, чем Моше? Нет. Каждый был на своей функции в полном совершенстве, так говорят. Моше, он должен был руководить народом. Судья сказать, что все были им довольны, это не всегда получается. Приходят два человека на суд. Когда судят, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Моше должен был руководить народом и быть судьей. Противоположность этому Арон не должен был быть судьей. И он делал меры между евреями. Не будучи судьей, не имея функции Моше, он мог вести себя так, чтобы все были им довольны. Каждый был на своей функции, выполнял свои функции наивысшим образом. Рона приводится. Он видел двух друзей, которые вдруг между собой поссорились. Он говорил одному, послушай, ты знаешь, твой друг очень переживает об этом, что вы перестали встречаться, перестали дружить. Когда он походил к другому, он говорил то же самое. Потом, когда они встречались, они мирились. Это же приводится, чтобы делать мир между людьми, можно говорить и неправду. Это же нам дальше рассказывает, как они быстро как Арон ушел, ушли облака. И к нани царя рода услышал про это, и напал на евреев и взял плен. И написано интересное выражение. Евреи взяли на себя обед. Если ты дашь мне этот народ в мои руки, я уничтожу, я сделаю их добычу, сделаю хейром их города. Сделаю хейром, значит я освящу это для Бога. Так Бог услышал голос Израиля и дал их нани в их руки. И он сделал хейром их и их города, значит хейром их. Просто он уничтожил. А города освятил для храма. И место это названо хормом. Тут интересное выражение. Если дать ты дашь, этот народ в мои руки. А почему не сказать имя народа? Почему сказать этот народ? Раша приводит из мидража, что это оказывается был амалык. Но он поменял свой язык, говорит на языке кнан, чтобы евреи молились Богу и молились неправильно. Отдай кнане в наши руки. А это не кнане. Молитва имеет силу, когда человек выражается точно. Увидели евреи, они их одежда как хананяне. Я прошу прощения, их одежда как амалыки. А язык как хананяне. Иди знай кто это. Амалыки или хананяне. Одежда как амалык. А язык как хананяне. Поэтому они сказали так. Если ты дашь этот народ в мои руки, в наши руки, этот народ, не знаю кто это. Надо учиться из этого. Это было амалык, это было второе нападение амалык в сороковом году. Надо учиться из этого, когда мы что-то молимся, просим у Бога, надо выражаться точно. А если человек что-то не знает, скажет, что он не знает. Допустим, человек молится, и он неправильно называет имена. Он просил у Бога, но он просил не из-за этого больного. Дальше написано... Если мы не знаем точно имя, скажем. Говорит то, что мы знаем. Не знаем имя мамы, искать имя папы. Сказать то, что мы знаем. Мы знаем. Что ж говорит? Они только шли возле Эдома, только понюхали Эдом, им уже стало тяжело. А что говорить о поколениях, которые будут внутри Гавут Эдом? Они только немножко понюхали Эдом, им уже стало плохо. Эдом это тяжелый Гавут. Тяжелее других. В Даниэле тоже приводится, что это страшно. Они говорили про Бога и Моше, почему вы нас вывели из Египта? Бог и Моше. Это тоже выражение. Вместе Моше и Бог. Бог и Моше. Что это такое? Нет хлеба, нет воды, а нам надоел этот мат. Бог послал, наслал на народ змеи, которые их кусали и много умерло от них. Народ пришел к Моше и сказали, мы согрешили, говорили про Бога и про тебя. Молись Богу, чтобы убрал от нас змея. И Моше молил за Бога. Бог сказал Моше сделать себе царат, как изображение на палке змеи. И положил его на палку. И каждый, кто укусанный, увидит его, будет жить. И Моше это сделал. Медный змей и положил на палку. И если змей укусил человека, он смотрел на него и жил. И, так сказать, оживлялся, выздоравливал. Есть геморавра в Шишона. Змея, что она, она оживляет или умретляет. Но, говорит, когда человек смотрел на это и подчинял свои желания Богу, тогда он выздоравливал. А если нет, нет. То, что он смотрел на это, приводило его, чтобы понять, что это от Бога и подчинять себя Богу. Тор нам рассказывает, как они ехали дальше. И в нашей главе есть еще песня. Тут написано, будет написано в книге «Войн Бога», то, что было у Янсуфа, и подобное этому было у реки Арнон. Что было? Раша приводит из Медраша, это Егемара, что у река Арнона было у еврейского народа большое чудо. Что? Эморы, которые знали, что евреи собираются войти в страну, так там были две горы, одна напротив другой. А враг между ними глубокий и короткий, а горы близкие одна к другой. Так в одном месте есть как пещера, а в другой как выступ. Так и морийцы знали, что евреи там пройдут, они запрятались в пещерах. То когда евреи там пройдут, они будут бросать сверху камни, стрелы и так далее. Когда кто-то бросает сверху, это очень опасно. Он и тебя может бросить, а ты ответить ничего не можешь. Мама с отцом рассказывала, что ее однокурсники их взяли на финляндскую войну, что делали финны. Были хорошие стрелки, они прятали их где-то на дереве, между ветками, их не видели. Проходила рота солдат. Так эти стрелки стреляли, и падали солдаты. А где что, пока они схватывали где и что, уже было много погибших, когда кто-то сверху. Так они спрятались в пещеры для того, чтобы сверху бросать камни и бросать стрелы. Что Бог сделал? Когда евреи приблизили к земле Израиля, так горы задрожали, сорепетались. Земля Израиля содрогнулась и сдвинулась навстречу. И выступы вошли в эти пещеры и их раздавило. Евреи проходили, ничего не знали. Они могли ничего и не знать о чуде, которое Бог им сделал. Но Бог захотел, чтобы евреи знали. Они видят. Он сделал так, чтобы колодец, которым шли евреи, вошел в это ущелье. И он зашел. И тут евреи видят. В колодце есть руки, ноги, кровь. Что это такое? Вы стали выяснять и поняли, что это такое. То есть это чудо, которое, в принципе, евреи могли и не знать тоже. В жизни еврейского народа в многовековом изгнании было много-много случаев о планах врагов евреев, которые разрушались неожиданным и непонятным путем. Многие из этих чудес мы не знаем и не можем знать об их планах. Были самые интересные события во многовековой истории еврейского народа о неожиданных чудесах, которые спасали их. И иногда знали об этом потом, а иногда нет. Один из примеров, что мы знаем, это подготовки, высылки всех евреев Советского Союза в Сибирь. И как неожиданно Сталин умер и весь план неожиданно разрушился. В истории еврейского народа было много подобных событий. О некоторых мы потом что-то узнаем, о некоторых мы, воборот, и никогда не узнаем. Но дорога же пригодилась для людей. Дорога была еще построена при царе. Да, еще при царе была построена дорога. Еще войне? Да. Вы не знаете, сколько работников там трудилось? С потом и кровью. Так, есть много чудес, что Бог делает еврейскому народу, которые мы даже иногда знаем потом, а иногда не знаем. Продолжение следует... Продолжение следует...